Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, и рад вас приветствовать на канале. Сегодня я хотел бы коснуться темы богатства семьи через финансовый капитал. Я неоднократно говорил о том, что любому начинающему инвестору стоит ознакомиться с книгой Джона Богла «Не верьте с их». В большинстве своем Джон Богл призывает при оценке эффективности и правильности инвестиций учитывать не номинальную доходность, а учитывать реальную доходность. Номинальную доходность, во-первых, съедает инфляция. Второе – государство в лице его налоговых органов и выплаты налогов. И третье – уровень так называемых транзакционных издержек. Поэтому я пригласил сегодня в гости Владимира Турова, человека, которого давно рынок знает как человека, оказывающего налоговые консультации. И мне хотелось бы, Владимир, спросить вас, у нас увеличиваются налоги по всем направлениям, что есть сейчас, чем стоит воспользоваться, с тем, чтобы минимизировать это по возможности. Приветствую, уважаемые дамы и господа. Все зависит от того, какими суммами вы обладаете. Я начну с самого верха. Если вы инфункциональный инвестор, у вас довольно приличные суммы, я бы рекомендовал вам инвестировать через те юрисдикции, где пониженные налоговые ставки. Но для этого вам необходимо перестать быть резидентом Российской Федерации, перестать быть валютным резидентом России, перестать быть налоговым резидентом России и стать резидентами тех юрисдикций, где пониженные налоговые ставки. Если брать, допустим, Европу, то в Европе самые низкие налоги в Болгарии, и виды нажительства одно из направлений моего бизнеса мы предоставляем, с этим никаких проблем нет. Давайте сравним. В России налог на доходы физических лиц от 13 до 22%, в Болгарии НДФЛ 5%. Налог на дивиденды в России 13-15%, в Болгарии 5%. Налог на прибыль с 1 января 25-го года в России 25%, в Болгарии 10%. И так далее, и тому подобное. Когда это имеет смысл? То есть какой размер капитала стоит иметь? Отличный вопрос. Сейчас вторая юрисдикция. Это Дубай. Третья, четвертая и пятая юрисдикции. Это уже офшорные зоны. Там совершенно другие правила, но тем не менее рассматривать это стоит. Если мы говорим о Европе, а в данном случае это Болгария, то здесь я бы стал рассматривать этот вариант развития событий при инвестициях от 100 тысяч евро. В противном случае у вас будут повышенные издержки. Если мы говорим о Дубае, то точный подсчет мы делали летом этого года. Там содержание себя любимого через легализацию проживания и все остальное в разы дороже, чем в Болгарии. То там нужно рассматривать капитал где-то от полумиллиона евро инвестиций и выше. Я здесь сейчас не трогаю, Максим, вопросов инвестиций. Куда нести деньги? Будь там евробанды, акции, облигации или криптовалюта. Я сейчас говорю только, отвечаю на вопрос точно, говорю только о налоговой составляющей. Если же мы говорим о России, ты правильно заметил во время прошлого нашего эфира, когда происходит что-то негативное, надо смотреть, как я могу обернуть это в позитивную сторону. Дело в том, что с налогами обернуть это в позитивную сторону довольно сложно, потому что когда ставка по НДФЛ 13-22%, сейчас это граждан не колышет, их это не трогает. Они об этом по-настоящему начнут узнавать только в 26-м году по результатам работы за 25-й год, когда будут подавать налоговые декларации. Берем такую вещь, как налог на имущество. Мы инвестируем, допустим, в нежилые помещения. Но когда мы говорим о нежилых помещениях с точки зрения налогообложения, здесь ситуация в области налогов не очень хорошая. Например, у меня в прошлом году налог на имущество по моему офису вырос, внимание, в 17 раз. Почему? Потому что истек пятилетний срок владения этой недвижкой. И несмотря на то, что я не попал в категорию, где налоговые ставки 2% налога на имущество, попал в категорию 0,5%, налог на имущество, тем не менее, вырос 17 раз. Что нас спасает? Если мы говорим об обычных гражданах, если мы говорим о микро- и малом бизнесе, то здесь пока что, слава богу, в России существуют специальные налоговые режимы. Например, налог на профессиональный доход для обычных граждан. Да, ты не можешь получать в среднем больше пока что 200 тысяч рублей в месяц. Если ты получаешь деньги от граждан, у тебя налоговая ставка 4% и страховых взносов нет. Если ты получаешь деньги от юрлиц, у тебя ставка 6%. Упрощенку, слава богу, сохранили. Опять появляются. Но, но, но. 8 августа принят 176 федеральный закон. И теперь, если у упрощенцев обороты годовые свыше 60 миллионов рублей по итогам работы в 2024 году, в 2025 году они вынуждены будут платить налог на добавленную стоимость. И они должны будут выбирать либо оборотный НДС 5%, либо обычный НДС. Но лучше сразу скажу, коллеги, посчитайте, там 4 раза будет вам дешевле платить оборотный НДС 5%. Получается вилка. До 60 миллионов у тебя обычная упрощенка и все сохраняется. Свыше 60 миллионов до 250 миллионов у тебя появляется оборотный НДС 5%. От 250 до 450 миллионов у тебя оборотный НДС 7%. Либо обычный НДС. Идея здесь состоит в том, что если мы говорим об инвестировании и об инвестировании серьезных сумм, то есть более выгодные юрисдикции, чем Россия. Мы говорим, есть простые люди, которые получают зарплату от 50 до 250 тысяч рублей, которых размер капитала в районе от 500 тысяч до 15 миллионов рублей у кого-то есть недвижимость. Что изменится для них? Когда изменится? И, соответственно, что еще остается, чем можно пользоваться? Очень выгодные инвестиционные счета, потому что там вычет по НДФЛ присутствует у нас. И с этим все в порядке. Самое главное, чтобы ставка доходности опережала инфляцию. Второе. Негосударственные пенсионные фонды запущена новая программа. Там тоже освобождение от НДФЛ. Плюс государство участвует в софинансировании. И плюс получаешь процентный доход. Самое главное, опять же, чтобы инфляция не опережала твою прибыль. Третье. Существуют неплохие льготы по-прежнему. И можно вкладываться в бетон, покупать однушки, двушки и сдавать их в аренду. То есть ты покупаешь ипотечную квартиру, это твоя первая квартира. У тебя накапливается заработная плата 2 миллиона рублей. 13 процентов, 260 тысяч государство тебе возвращает. Затем плюсом к этим 2 миллионам рублей. У тебя накапливается заработная плата еще 3 миллиона рублей. И государство опять тебе возвращает 13 процентов. НДФЛ уже 390 тысяч. Итого тебе государство вернуло 650 тысяч рублей. А согласись, 650 тысяч рублей для многих граждан довольно приличные деньги. Кому интересно, можете изучить часть вторую, часть четвертую статьи 220 налогового кодекса. Это оттуда. Поэтому здесь у нас по-прежнему присутствуют определенные налоговые льготы. С точки зрения налоговой политики для привлечения денег граждан, одни из самых лучших условий в мире в этом отношении созданы. И для микробизнеса эти условия тоже пока что сохраняются. Наше государство снимает три шкуры с крупных компаний. Когда, допустим, вы как гражданин приезжаете на автозаправочную станцию, допустим, вы заплатили 60 рублей за литр. Вот в этих 60 рублях у вас сидит примерно 70-75 процентов налогов. Вот где обычные граждане действительно тратят кучу денег на скрытых налогах. В молочке примерно 38 процентов налогов. В одежде 40-45 процентов налогов. В автомобилях до 50 процентов налогов. Вот где настоящие потери. А с точки зрения именно инвестирования для обычных граждан, у нас полно налоговых льгот, которые помогают тебе действительно извлекать доход. Что-то на владение сохраняется по акциям? Что прости? Льготы на владение. То есть, если ты владеешь акциями больше трех... Сохраняется. Ребята, это если вы купили акцию, ее не продавали, держали три года. Через три года, в любое время, когда вы продаете, 13 процентов по доходу налог не платят. И, Максим, сохраняются льготы по квартирам. Пункт 18.1 статьи 217 налогового кодекса. Если вы дарите квартиру своему родственнику, ближнему сыну, брату, бабушке, дедушке, дочке, то никаких налогов не возникает ни у дарящего, ни у того, кто эту недвижимость получает в дар. И если этот человек потерпит, получив эту недвижимость три года и затем ее реализует, на коммерческом рынке налоги тоже равны нулю. А вот если вы квартиру покупаете и хотите ее без налогов продать, вам придется потерпеть пять лет в этом случае. Ну, тоже нормальный инструмент, и им тоже можно пользоваться. Причем этот инструмент, он касается не только жилой недвижимости, он касается и офисов. Достаточно много вопросов налоговых, да, более узко специализировано. И по поводу мастер-классов и тренингов, где можно это сделать? Ну, Максим, если мы говорим о налогах для физических лиц, то это, конечно, мой телеграм-канал, я там постоянно на эти вопросы отвечаю. Если мы говорим о налогах для юридических лиц, то это либо обращаться в мою юридическую компанию, туровые партнеры мы на рынке больше 20 лет, и там все сделают в лучшем виде, либо посетить один из моих семинаров. Как бы государство не выжимало из нас соки через налоги, решение, слава богу, пока что есть. Ребята, знаете, в чем хорошая новость? С одной стороны, для бюджета это хорошая новость, для вас плохая новость. Я считаю, что наши налоговые органы занимают первое место в мире по качеству администрирования, контроля и сбора налогов. Наши налоговые органы работают лучше, чем ИРС США или налоговая служба Германии. Вот точно лучше, и они это признают. Но как бы, Максим, мы не ругали наше правительство, наших чиновников. Давайте честно. Ну нет такой халявы для микро и малого бизнеса в виде специальных налоговых режимов ни в одной стране мира. Вы скажете, офшоры. Одну секундочку. Да, в офшорах с налоговыми ставками совсем все хорошо. Но посмотрите, пожалуйста, сколько вы потратите деньги на то, чтобы этот офшор завести, создать, и сколько вы будете тратить на его содержание. Вы его не потянете. Ни один обычный гражданин офшор не в состоянии выкладывать по 15-20-30 тысяч евро в год, чтобы содержать этот офшор. Что касается бизнеса, бизнес офшор там и так далее. Но если вы налоговый резидент, ну на вас распространяются законы о контролируемых иностранных компаниях. И здесь опять попандос. Поэтому нет. У нас в этом отношении для микро и малого бизнеса пока что созданы прекрасные условия. Да и для граждан. Ну да, налоговая ставка, на самом деле она будет не от 13 до 22 процентов, она будет от 6 до 22 процентов. Потому что те, кто заплатят 13 процентов, но их прожиточный минимум на одного члена семьи будет ниже определенной планки, а планка пока довольно высокая, то вам еще и здесь НДФЛ будут возвращать. И по факту вы будете платить не 13 процентов НДФЛ, а только 6 процентов НДФЛ. Другое дело, что пошли разговоры в связи с дефицитом бюджета о третьей налоговой реформе. У нас одна налоговая реформа прошла в конце прошлого года, закон начал действовать в начале этого года. Эта налоговая реформа коснулась крупных российских компаний, граждане ее не заметили. Вторая налоговая реформа, это 176 федеральный закон от 8 августа этого года. Он уже коснулся немножко малого бизнеса тех, которые работают на упрощенке, и коснулся граждан. Но запланирована третья налоговая реформа. Я не знаю, будет она реализована или нет. И вот согласно третьей налоговой реформе, там собирается государство сделать финтушами. Немножко собрать денег больше с населения. За счет чего? За счет повышения системы штрафов и пошлин. И уже первый законный этот счет вышел. Потому что, например, любые судебные пошлины, любые подобные вещи, они выросли в десятки раз. Это уже произошло. Начнет действовать с 1 января. А второй финтушами. Государство собирается, допустим, собрать дополнительные налоги с микробизнеса. За счет чего? Ну, например, пока это все на уровне разговоров в правительстве. Например, разделить самозанятых на две группы. Те самозанятые, которые зарабатывают свои 3 копейки, обслуживая население, там, ногтик пилит, там, брови делает женщина или человек репетитором работает. Для них оставить условия прежние 4-6% и как бы особо не трогать. А те самозанятые, которые ориентированы на мир бизнеса, для них собираются повысить налоговую ставочку, плюс ввести обязанность платить страховые взносы. А это минимум даже фиксированные страховые взносы. Я буду округлять 50 тысяч рублей в год. Я люблю, Максим, разговаривать тогда, когда документ выйдет из правительства, попадет в Госдуму и будет принят хотя бы во втором чтении законопроекта, потому что после второго чтения уже невозможно в этот законопроект внести изменения. Поэтому вот о третьем этапе налоговой реформы нам говорить рано. На банковских счетах у нас у физических лиц сконцентрирован большой объем денежных средств. Я говорю о том, ну, по крайней мере, это моя точка зрения, возможно, я окажусь неправ, но ключевой задачей стоит в том, чтобы все-таки как-то притормозить свободное высвобождение этого капитала, чтобы он пошел на рынок, на рынок потребления. Иначе ты получишь высокую инфляцию, то есть тебе надо его как-то загасить, зажать. Или морковка спереди, софинансирование, оставляйте деньги на депозитах на более длительный срок, получите более высокую доходность. Если долго будете держать, там, 3, 5, 10, 15 лет, то вы всю прибыль не можете освободить от уплаты налогов. А вторая история связана с тем, что, наоборот, бить по рукам за чрезмерное потребление, да, то есть сейчас все сведения по тратам, по карточкам, в принципе, они именные, налоговые это получают. То, что не знает, никто об этом не говорит, это не значит, что этого нет. То есть налоговое стимулирование и налоговое наказание за спекулятивные операции, за получение быстрой прибыли. Что думаешь по этому поводу? Давай я начну с конца, с оцифровки. Я на своем канале, подписывайтесь на мой канал в YouTube, уважаемые дамы и господа, там эти ролики найдете и про цифровой рубль. По состоянию на июль каждый из нас был оцифрован по 50 параметрам. До конца года мы будем оцифрованы по 70 параметрам, до 30-го года по 150 параметрам. Что включает эта оцифровка? Много всего. В том числе государство в автоматическом режиме и в налоговых органах искусственный интеллект начал внедряться еще с 2019 года. Государство знает, сколько денег вы тратите наличными, сколько денег вы тратите по безналу, где вы лечитесь, вся информация поступает, сколько вы тратите на лечение, на чем вы ездите, когда вы заказывали такси и сколько вы заплатили. Еще раз, до конца года мы будем оцифрованы по 70 параметрам и наше государство действительно уже знает и наши доходы, и наши расходы. Вот что самое интересное. Но, как заявил глава ФНС России господин Егоров, да, мы знаем и мы можем отслеживать доходы граждан, но мы пока что не будем трогать граждан ни за их расходы, требуя от них подтверждения доходов и декларации, и не будем трогать тех граждан, которые пытаются зарабатывать копейку, не регистрируясь в статусе индивидуального предпринимателя или самозанятого, потому что мы их так напугаем, и они вообще тогда уйдут в кэш, уйдут в черную зону. То есть говорить о том, что государство как-то собирается обычных граждан, да и необычных в этой области сильно зажать, пока не приходится, у меня нет цели нагнетать обстановку. Пока что на эту минуту взялись только за высокодоходных граждан, у которых сумма недоплаченных налогов в результате неправильного дробления бизнесов, использования левых схем от 100 миллионов рублей и выше. Пока не будет окончательно в налоговых органах внедрена оцифровка и искусственный интеллект, я думаю, обычных граждан эта ситуация дойдет не скоро. При нынешних тенденциях это произойдет не раньше 1927-1928 годов. По юридическим лицам там картина другая. Речь идет о том, чтобы создать единую платформу, на которой будут совершаться все сделки в Российской Федерации, все налоги можно будет взыскивать в безусловном порядке без участия налогоплательщика. То есть задача налогоплательщика просто работать и зарабатывать, государство само посмотрит, сколько он заработал, само налоги взыщет. Я абсолютно не шучу, готов назвать уже законы, которые действуют по некоторым категориям. А если вы захотите узнать, правильно с вас государство взяло налоги или неправильно, то вы напишите запрос, будет сделана соответствующая сверка. Что может быть прообразом этой платформы? Это платформа Центрального банка, когда организации все загонят на платформу Центрального банка и заставят работать только с цифровым рублем. Сразу скажу свое личное мнение. Пожалуйста, насколько это возможно, не подходите близко к цифровому рублю, потому что это не просто прообраз цифрового рабства, это настоящее цифровое рабство. Так вот, уже принято решение, что все организации или ИПшники, у которых годовой оборот по результатам 2024 года будет больше 30 миллионов рублей, с 1 июля 2025 года обязаны будут зарегистрироваться и оперировать на этой цифровой платформе и принимать цифровую рубль. А с 2026 года все организации и ИПшники, у которых годовой оборот 20 миллионов рублей и больше, а с 2027 года все остальные. Вы говорите, что никаким образом не связываться с цифровым рублем, если обязывают, как тогда выходить с этой ситуацией? Организация никак не сможет избежать, я говорю о гражданах, и там есть опасность, эта опасность заложена в 340-м федеральном законе. Центральный банк, писав это в закон, говорит нам устами должностных лиц, что этого никогда не будет, вам беспокоиться не о чем. Но если то, о чем я сейчас скажу, этого никогда не будет, вы зачем туда это вписали? Они вписали туда следующее, что цифровые рубли могут быть помечены и ограничены направлением их расходования. Например, выплатили пособие на ребенка. Пометка. Деньги можно потратить только на ребенка. Это означает, вы на эти деньги не сможете купить ни хлеб, ни водку, ни сигареты. Вы на эти деньги сможете купить только детские товары в строго определенных местах. Все. В прошлом году министр финансов заявил, что мы социальные пособия все будем выплачивать в цифровых рублях. Он сказал, что в 2024-м уже все будет выплачиваться в цифровых рублях, а между прочим, эта цифра составляет 13,5 триллионов рублей. Но что-то с технической точки зрения не срослось, и поэтому только с 1 сентября этого года у нас уже более-менее идет эксперимент на массовом потребителе. То есть, первое, цифровые рубли будут меченными, могут быть меченными. Второе, законом предусмотрена предельная величина цифровых рублей, которыми ты можешь владеть, и минимальный остаток на конец периода. То есть, тебя могут в цифровых рублях ограничить как по максимуму, так и по минимуму. И там много таких вещей. Ну, например, на эту минуту ты не можешь дать займ в цифровых рублях, не можешь дать кредит в цифровых рублях, ты не можешь цифровые рубли положить на банковские депозиты, получать цифрового рубля проценты. Но самое ужасное, что цифровые рубли, они даже не будут иметь отношения к коммерческим банкам. Коммерческие банки – это лишь передаточное звено в виде банковского приложения, в котором ты можешь открыть счет в цифровом рубле. А так все цифровые рубли – это несуществующая материя, это просто запись напротив твоего имени. Ты берешь, приносишь кэш в банк, меняешь его на безнал, нажимаешь кнопку в банковском приложении, твой безнал, из этого банка исчезает полностью, и появляется запись, что у тебя есть 10 тысяч рублей. Ты купил чашку кофе в кафе в цифровых рублях, теперь у тебя на записи на 500 рублей стало меньше, а в кафе появилась новая запись, что у них появились 500 рублей. И эти записи не покидают эту платформу, и это очень удобно с точки зрения контроля. Проблема заключается в том, что тебя могут отключить от системы жизнеобеспечения, ну, например, за то, что ты произнес неправильное слово или неправильную фразу, и ты автоматически попадаешь по 115-му закону в разряд неблагонадежных, нажатие клавиши – заморожен, понимаете? Поэтому я и сказал, что гражданам, которые ценят свободу слова, свободу самовыражения и, может быть, не очень доверяют нашему родному государству, я бы не рекомендовал подходить к цифровым рублям. Но бюджетникам, пенсионерам и тем, кто получает социальные пособия, им деваться некуда будет. Расширили мы наш диалог, начинали на самом деле с налоговых льгот. Владимир, я возьму на себя такое право даже высказать просьбу, можно ли подготовить условно перечень информации от вас в плане налоговых льгот, которые сейчас действительно доступны физическим лицам. Спасибо огромное, было очень интересно, если есть что сказать в заключении нашим подписчикам, welcome, мне было приятно пообщаться, неприятно услышать про цифровую рубль, но... Вот это давление, законодательное давление со стороны государства, а ведь я упоминал только законы о цифровом рубле, упоминал какие-то законы, касающиеся налогового кодекса, но давайте скажем честно, если мы посмотрим с вами на законы, касающиеся свободы выражения, свободы слова, ну сейчас можно и за лайк присесть. И так как я ежедневно в этом ворюсь, и мне это давит на мозг, я, Максим, запустил две широкомасштабные программы, с ними можно ознакомиться потихонечку в моем телеграм-канале, и эти две широкомасштабные программы как раз направлены на реабилитацию способностей человека, чтобы он мог выживать абсолютно в любых условиях, направляя свое внимание на решение. Это вот одна большая широкомасштабная программа. Допустим, если ты зайдешь на мой платный телеграм-канал, потратить тысячу рублей, подпишись, потом отпишешься, если тебе не понравится, то там уже материалы бы опубликованы столько, что человеку на ближайшие 10 лет внедрять хватит, а на платном канале там контент особо уровней опубликую. А вторая программа, которую я потихонечку запускаю, это программа касается предпринимательства, как обнаружить себе предпринимательский талант, как начинать строить бизнес, как его развивать. В конце концов, через меня прошло не меньше 50 тысяч российских бизнесменов, если говорить о семинарах, а если говорить о личных консультациях, то это тысячи, тысячи, тысячи. Когда я кого-то консультирую, я консультирую не только по налогам, я консультирую намного-намного шире, просто эта часть не налоговая, она всегда была скрыта. Там есть и элементы финансового контроля, финансового анализа, элементы корпоративной культуры и построения колдинговых структур. Так как это всегда было связано с налогами, а налоги, Максим, внимание, всегда были связаны с уголовным кодексом, то все мои клиенты говорят, только пожалуйста, не называй наших имен. Последнее, Максим, скажу, допустим, с точки зрения инвестирования. Я ушел из российских акций, из российских облигаций и ушел перед началом этих событий. И да, наверное, я бы вот сейчас подрос, но у меня терялось право инвестировать тогда на международных рынках. И я вот лично, допустим, пока переложился в высокорисковые активы под названием крипта, но есть и защитные активы в виде недвижки и в виде евробандов. Я являюсь не только квалифицированным инвестором на территории России, но я являюсь квалифицированным инвестором еще в двух европейских странах. Но существует мнение людей, что вот Туров там занимается юридическим бизнесом, он налоговый эксперт, он написал трехтомник по налогообложению, у него куча курсов по налогообложению, вот у него учебник по налогообложению и прочее, прочее, прочее. Но, дорогие мои, я вообще-то лет 10 занимаюсь инвестициями, занимаюсь успешно. И плюс еще консультированием и выращиванием, я бы так сказал, бизнесменов. По налогам все будет у нас хорошо, средний гражданин Российской Федерации, в зависимости от того, где он работает как наемный работник по трудовому договору, в какой компании, в какой отрасли он работает. Так вот, российский гражданин работает на себя от двух месяцев в год, но не более пяти месяцев в год. То есть, вот когда вы работаете весь год, знаете, что вы на себя работаете 2-3-4 месяца, все остальное время вы думаете, вы работаете на эту сволочь работодателя, на этого бизнесмена, капиталиста. Нет, вы работаете остальное время на государство и платите скрытые налоги. Прям позитивненько. Не, ну это факт, это факт могу на цифрах раскладку дать. Это называется широко открытые глаза, да, то есть одно дело, когда ты этого не знаешь, другое дело, когда ты этого понимаешь. Задаемся вопросом, как может быть еще лучше, что можно изменить в этой ситуации. Я цинично отношусь к налогам. Наш российский закон, налоговый кодекс и 53-е постановление Пленума высшего арбитражного суда позволяет нам законно снижать свои налоги любыми доступными нашими методами. Это наше конституционное право. Я считаю, что если вы сможете законно оптимизировать налоги, и эти деньги останутся в вашем кармане, вы ими распорядитесь лучше, чем мое родное правительство. И последнее, уровнем выше. Если есть возможность оптимизировать налоги, используя международные юрисдикции, как это делаю я, пожалуйста, милости просим, делайте и вы. Понятно, речь не идет о зарплате в 100 тысяч рублей, чтобы ее оптимизировать на международном уровне. Относитесь к налогам цинично. Задача государства отнять у вас деньги, а ваша задача сохранить их в своем кармане. Спасибо.